А я бы последнюю книжку читал, называется «Пиши и сокращай». Очень полезная в работе и вообще для всех людей, которые просто имеют дело с письмами и вообще с текстами. А я уверена, что очень много книг читают наши следующие гости, которым сейчас отправились, и потом вернусь к тебе. Но все потому, что им нужно живое воображение и развивать его. Доброе утро! Доброе! В гостях у нас сегодня Александр Гончаров, автор и актер команды КВН «Полуостров» Крымского федерального университета имени Вернадского, и Тимур Асанов, автор и звукорежиссер команды «Полуостров». Доброе утро! Я знаю, что у вас в последнее время много достижений. Давайте вы о них и расскажете. Хвастаться надо? Хвастаться? Ну, конечно, а где, как не здесь? Ну, наверное, главным, самым объективным достижением, которого достигли, ну, это, наверное, не только мы. Мы просто стали теми, кто его показал. Это, наверное, большая работа всего Крымского КВН. 21 сентября состоялся, наконец-то, эфир на Первом канале. То есть, Крымский КВН опять вернулся в плоскость КВН телевизионного. Мы приняли участие и успешно выступили, остались в эфире, несмотря на то, что было больше 20 команд. Сколько в итоге прошло в эфир команд? 15 команд попало в эфир. Причем все команды, которые там были, это команды-участницы так или иначе высшей лиги. То есть, это достаточно серьезный фестиваль. Он считается одним из самых престижных вообще КВН. И то, что мы там были, для нас это очень круто, для Крыма еще лучше. А для ВУЗа, который мы представляем, очень приятный бонус от того, что они поддерживают КВН в Крымском федеральном университете. А сколько человек в команде? Надо считать. Надо считать. У нас плавающий состав, потому что у нас есть основной костяк, состоящий из шести человек. И есть люди, которые нам периодически помогают. Это наши реквизиторы, наши администраторы, наши гримеры. Иногда привлекаем дополнительно певцов под задачи, которые, ну, необходимы. Прямо на месте, где игра состоялась, там пришли. Вот последняя игра, которую мы играли, полуфинал телевизионной первой лиги. Нам помогала местная казанская инстаблогерша. Вот. Навряд ли она смотрит этот эфир, да. Но, тем не менее, тебе привет. Спасибо большое. Объясните мне, как придумать клевую шутку? Ну, ты же не проснулся такой, думаешь, ага, вот пошучу-то я про, не знаю, вазу чайную какую-нибудь. Это долгий путь превозмогания. Он очень сложный. Вы коллективно садитесь и думаете, или, допустим, может быть, каждый себе накидал, вечером такой сидит за ноутбуком. Это в идеале, но так не происходит. И приносит, и вы обсуждаете. Как вообще пророждается этот процесс, потому что я от КВН далека, ну, вот, и мне очень интересно. Ну, очень хорошо, когда каждый приносит, это все обсуждается, ну, так делают многие команды, но у нас так не получается. Вот, мы собираемся и начинаем что-то из себя пытаться сделать. Как живем, так и шутим, как говорит Александр Васильевич. Как вы готовились к своему выступлению, которое вот произошло? Ну, если говорить про Светлогорск, про Голосящий Кивин, то подготовка была достаточно масштабная, большая. Мы не рассчитывали, что мы вообще получим это приглашение. То есть туда не попадают команды по собственному желанию. То есть туда попадают только те, кого решил пригласить непосредственно Александр Васильевич или редакторская группа. Вот. Мы получили приглашение, в отличие от многих команд, лишь в июне месяце. То есть до игры оставалось там полтора месяца, но все бросили и... Готовиться. Да, и начали готовиться. Там необходимо было подготовить 10-минутное выступление. Есть специфика фестиваля, он музыкальный. Он проходит в курортном городе Светлогорск в Калининградской области. Поэтому нам было интересно готовиться, потому что мы одна из немногих команд, которые могли показать свою курортность. И поэтому сквозь призму Крыма мы и шутили. Тоже обыграть тематические шуточки, да, нашего крымского? Ну, потому что Светлогорск новый курорт, курорт, в котором плюс 15 градусов летом и вода не превышает столько же. Поэтому для зрителя было интересно наше выступление, потому что мы приехали прямо из реально курортного региона. И подготовка заняла около полутора месяцев. Это была подготовка в Крыму, это была подготовка отдельно в Москве. Это потом был длительный период редактур, просмотров, показов Александру Васильевичу непосредственно в самом Светлогорске. То есть это такой большой процесс. Сейчас игру, полуфинал первой лиги. Это телевизионная лига, которая готовит команды к высшей лиге. Тоже около полутора месяцев заняла подготовка. Но она была у нас немножко разорвана, потому что, так как наша команда является сейчас, по мнению некоторых людей, не по нашему эгоистичному, является неким хедлайнером крымского КВН. У нас было много мероприятий просто этим летом после Светлогорска. И приглашали, конечно. Ну, была Таврида, был фестиваль Юмор Кэмп, который проводился на Тарханкутии. Поэтому чуть-чуть график подготовки к первой лиге это немножко сбило. Фестиваль был музыкальный. Как звук готовите? Звук как готовите? Конечно. Я знаю просто, насколько это трудоемкий процесс, где нужно точно, конкретно заранее готовиться. Ну, самая большая проблема – это выбрать отбивку. Мы долго это обсуждали. Ну, потому что резидена карточка, по сути. Даже иногда ругались. А так, ну как, мы подбираем музыку под ситуацию. В зависимости от конкурса. Пишите сами или где-то на ресурсах, на просторах интернета? Что-то заказываем, что-то сами находим. Дальше. Какие у вас сейчас планы, к чему стремитесь? Вот растете, вот растете. Куда дальше? Ну, благодаря тому, что состоялся этот эфир, то есть мы поняли, что Александр Васильевич не против видеть нашу команду в телевизионном КВНе, потому что уже у нас попытки были. В январе месяце мы отобрались из 500 команд в 20 претендентов в высшую лигу. Вот, но там чуть оступились и не дошли до заветной мечты. Вот, в этом году мы опять попали в первую лигу телевизионную. Там отыграли уже три игры, сейчас прошли в финал. То есть пока все складывается так, как должно быть. Кто может стать КВНщиком? Вот, допустим, сейчас есть студенты, да, много очень первокурсников, второкурсников, еще кто-то. Вот для того, чтобы стать участником вашей команды, что нужно сделать? Для того, чтобы стать участником нашей команды... Вдруг кто-то супер-мега-креативный. Надо классно петь. Ищем. Ищем, да, друзья. Если вы классно поете... Да, приходите к нам в команду. Ходите на социальных сетях, мы вас послушаем. Есть у нас эта проблемная зона сейчас. Но на самом деле наша команда имеет некую социальную нагрузку. Мы занимаемся со студентами Крымского федерального университета. У нас проходит регулярный чемпионат Крымского федерального университета, студенческая лига. И мы смотрим. Мы иногда кого-то хотим на самом деле взять из молодых, но боимся, что мы человека вытащим из его коллектива, и этот коллектив распадется. А наша задача все-таки, чтобы после того, как мы там доиграем свои все этапы, чтобы здесь тоже что-то осталось. Поэтому просто разорять команды на талантливых людей мы сейчас не готовы, наверное. Ну, а, так сказать, из толпы они не появляются, да? Люди приходят. Проблема по времени просто. В бытность с нашими студентами времени было как-то больше. Спасибо вам большое, ребята, что пришли к нам в гости. Желаем вам дальше творческих успехов и хорошего человека с голосом, который бы как раз-таки смог бы петь. Это вот здорово.